Профессиональная перевозка телевизоров в Замберджене под дождем. Очень классный способ, очень крутой. Вроде даже целый. Все клубные жители мира знают, что настоящий бойлер-рум это не какой-то там дискач там youtube канал, где диджеи выступают перед ограниченной аудиторией. А это вот такая штука. Видите, бойлер-рум. Туда люди забегают с термосами, набирают там кипяточек. Это остановка на скоростной дороге в Китае, если что, да, мы находимся. Берут там кипяточек и намачиваете лапшичку и у них тут бойлер-рум. Потом тупо-дупо-дупо-дупо, тупо-дупо-дупо. Вот, все хорошо. Так что знайте, что такое настоящий бойлер-рум. Как правило, эти дальнобойщики сюда заходят, потому что у них здоровые термосы. Сейчас тоже мужчина прошелся, у него там аптечка, он на этой остановке, он тут же причесался, побрился, помылся, там в духе входил, значит, покушал, наполнил свой трехлитровый термос, короче, и пошел дальше. Баланс укрепить часов 12 через три провинции. Всем привет из города Дехуа. И у нас продолжается лайф-формат, лайф-формат обзора керамических заводов, вообще нашего большого путешествия-экспедиции по Китаю, где мы закупаем чай, посуду, экспектируем партии, которые сделаны для нас на заказ, находим новых поставщиков там и так далее. Сегодня мы приехали на фабрику, которая занимается дюнь-яу, где такой вид обжига, специальная глазурь, которая в каждое изделие приобретает необычный цвет, необычные изменения практически, то есть каждое изделие уникальное, они такие красновато-пурпурные, переходом какие-то вот разные другие оттенки, около красного цвета, глазурь, и при этом делают они в основном только чайную посуду, мы уже были у них в шоуруме, и сейчас, так как мы вернулись в Дехуа, у нас было большое путешествие по трем провинциям Китая, Вандун, Фудзянь, Дзяньси, сейчас мы снова на юге провинции Фудзянь, Дехуа, и решили навестить их на инфактуру. Тут тоже целый огромный квартал заводов керамических, в том числе заводы керамические, которые не только тот, который нас интересует, сейчас мы отправили нашего друга поискать, где же тот самый, который наш завод, вот, тут несколько просто этажей, надо понять, какой наш, потому что у них не очень большое производство, вот, и пойдем посмотрим, как же работает фабрика, и в чем особенности именно такого обжига дюнь-яу. Как я уже рассказывал раньше, в Дехуа, это столица, вообще фарфора такого массового сегмента, где небольшой объем производства, зелья более массовые, в отличие от столицы, тоже другой фарфоровый, дзиндэджен, где больше соточены мастерами производства ручных изделий, здесь более массовые. Здесь, по информации, несколько лет назад около 800 заводов, сейчас, на самом деле, уже больше, говорят, что под тысячу заводов, если говорить именно о заводах. И еще есть мелкие минуфактуры, которые занимаются обслуживанием этих полуфабрикатов производства, то есть всяческие разные, там, упаковка, там, может быть, какие-то формы, значит, для керамики, еще что-то. Вот, я, например, здесь у меня такая вот партия, видимо, уже подготовленных хрюшек, копилочек к отгрузке. Видимо, это самый такой бюджетный фарфор, потому что видно, что, ну, изделия очень простые, упакованы тоже достаточно просто, готовятся к отправке, пока мы ищем нужный нам завод, в общем-то, мы прогулялись еще что-то по-другому, немного. Ну, и огромная куча тоже припаркованных мопедов, это обычно на них сотрудники завода, можно легко посчитать, сколько человек работает именно в этом здании по количеству мопедов, мотоциклов. Вот нам махают рукой уже, наконец, у нас и нужный завод среди десятков производств. Да, сейчас пройдемся с самим, кстати, хозяином мы еще лично не знакомы, мы знакомы с его матушкой, которая, собственно, была в шкурумчике, и сейчас мы навестим производство, посмотреть, как оно работает. Он говорит, проходите. А я просто, меня смутили такие массовые произведения массового фарфора, которым не занимается этот завод. Например, такие зундалбейчики забавные, молочники. Молочники тоже видно, что давно лежит партия, может быть, какая-то невостребована, или еще что-то покрытое таким многолетним слоем пыли, что только здесь не делают. Партия большая. Может, что-то невостребованный заказ. Вот такой вот небольшой заказик. Кстати, хозяин Даос, судя по всему. Такая Даосская большая малинка. И тоже тут такой шумный на самом заводе. Ну и вот, собственно, изделие. Зиньяо. Вот характерная, очень обжиг. Обычно, так как каждая пиала получается уникальной, и каждое изделие, то очень многие особо красиво получившиеся мастерская оставляют. И не продают. Ну, как типа образец. Но это обычно всегда предмет моих увлечений. Именно что-то такое вот такое. Типа вроде бы брак, а вроде бы что-то уникальное. Такая у нас выставка достижений, можно сказать, завода. Тоже красивая роспись. Сейчас нас покажут именно тыч. Пойдемте тыч посмотреть. Сам завод по меркам духа очень небольшой. Вот эти, как обжигают зиньяо. Такая форма. Такая защитная форма. Вот она. И внутри каждой из них лежит одна чашечка. Хозяина сгружает кокос. Некоторые получаются, кстати, вот. Тоже. Печь как раз сейчас закончила работу. Это, я так понимаю, прошлый обжиг. Видно, что каждая пиала, она уникальная. То есть вот пиала, значит. Тут образовался небольшой рисунок. А вот, собственно, сама печь. Внутри, кстати, еще достаточно тепло. Вот она. Тут тоже расставляются изделия. Мы сейчас выжигали чайники. Еще, кстати, тепло, да. Даже чашечки теплые. И вот видно, как ложится медоглазурь. Сейчас выйду на свет. Вот здесь, например, она так легла не очень ровно. Скорее всего, эту пиалочку отбракует. Вот тоже чайничек. Смотрите. Вот то, что когда читается, не легло хорошо. Да, вот именно в печи, как говорится, и около печи можно найти какие-то изделия, которые вот в магазинах уже не найдешь. Потому что у китайцев свое представление о том, что такое брак. И что такое качество. И поэтому очень часто они какие-то изделия просто отбраковывают. Хотя, на самом деле, они могут быть очень даже интересны. И мы всегда тут и чем-то такое находим. Да, Макс? Что-нибудь. Посмотрел, да? Для корзины с трещинами, битыми, скольчиками. Все это явно ненужное. Зачем? Зачем эти битые пиалочки? А нам у нас вот тоже типа брачок маленький. Люблю такое. Для собственного использования гольца. Вот такая вот пчихода, где-то бывает. С пузыриками пошла. Вот хозяин завода. Тут нас рекламируют своему другу. Какие молодцы. Говорим по-китайски. Говорит, да. А вот, собственно, сам завод. Это вот изделие, покрытое уже глазурью. Подготовленное к обжигу, я так понимаю. Загрузка печи. Это всегда такой процесс долгий. Можно все аккуратно поставить. На подставочке. Иначе тоже показывается в других видео. То есть, очень часто абсолютно по-разному загружается печь. Здесь видно, что вот на рельсе подгоняется тележка оттуда. Загружается на рельсе, заезжает туда. Потом по этим рельсам проезжает сюда. И заезжает на рельсах вот сюда внутрь. И правильно, здесь еще вдоль тоже выставляются предметы более высокие. Сейчас это когда полностью разберется. На этой подложке будут разложены новые изделия для обжига. Тут, кстати, у него еще есть отдельная печка для образцов. То есть, когда какие-то микропартии, вот он обжигает их здесь. Изделия уже не серийные, скажем так. Хотя, бывают некоторые заводы, которые небольшие. Они не могут себе позволить иметь здоровую печь. Они не могут в таких маленьких печах, в принципе, обжигать и свои... Как они сами могут считать массовые изделия. То есть, объем производства может быть очень разный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Парфоровая масса обычно жидкая на таких заводах, то есть вот в этих баках наливается масса. Сначала замешивается. Замешивается она вот здесь. Вот она. Стоит мотор. После этого она идет сюда. Вот такой трубопровод проложен. Вот таким стальным шлангом под давлением масса наливается в большие формы. Здесь, я так понимаю, делают не только пиалы, но и вазы. Вазочки. Формы, как правило, составные из нескольких частей. То есть после того, как туда наливаются обычно несколько часов, бывает по-разному, там, от часа до четырех-трех, там, смотри, какая масса. Она очень тоже бывает разная, по вязкости, по свойствам. Вот. Разливаются, значит. В эту форму они затягивают. Они видят специальные стяжками, чтобы все хорошо было. Не растеклось никуда. И застывают. Пустой, как они застыли, их переворачивают в этот вот жилоб, чтобы лишняя масса стекла вывела. Вот я потом используюсь снова. Вот здесь уже грузированный. Не грузированный он выглядит. Наверное, я думаю, что вот так. Белым должен быть. Вот здесь тоже все изделия грузированные. Грузирование, как причем погружением здесь делается, так и напылением. Под давлением тоже такая вот штука. Распылитель. И от него остается вот такое вот. Видно. Раньше снаружи грузирование было именно погружением. Внутри вот такое. Самый секрет, в общем-то, именно в глазури. Потому что каждого завода, который действительно делает что-то интересно, у них всегда есть свои какие-то особенности грузирования. Свои какие-то миксы. Может быть, вообще своя какая-нибудь собственная глазурь. Необычная. Вот свои особенности обжига, раскладка, температура. Это всегда некий такой ноу-хау, который можно, конечно, спросить. И, может быть, даже чем-нибудь скажут. Навряд. Поэтому по внешнему виду, в принципе, никакой тайны заводского секрета не откроешь. Вот, кстати, тоже одна из пявочек. Это, к примеру, пявочка сотрудницы завода. Здесь сейчас нет ее на месте. Красивая. То есть, ручная роспези в джейском стиле и джиньяо глазурь. Да, вот за этими столиками происходит доработка. Изделие сейчас все отдыхают, ребята. Вот, кстати, немножечко прилипла подложка, которая расставляется в печь изделия. Наверное, вот затекла глазурь, полипла. Вот тоже, это тоже убраковывается, вот тоже. Здесь конкретно брак, то, что, по-моему, рисунок не очень хорошо лег. Хотя в целом, может быть, сказать, что точки вот эти вот на дне, они считаются браком. Здесь очень странно легла глазурь, должна была быть джиньяо, но что-то пошло не так, чтобы обоглазить просто желтое пиало. Вообще, разбор печи, это такая сразу сортировка на огромное количество самых разных изделий, которые могли получиться. То есть, что они неожиданно бывают. Здесь явно отобрали пиало, на которых получилось такое маленькое вкрапление этого джиньяо. Все остальное выглядит как гайяо. Здесь просто чистое, без каких-то утоплений. Я так понимаю, что очень часто нельзя предсказать, что же получится в результате. О, а ух, эти жуяло. Хотя не слишком глазурно, но все прям как у жуяло. Тоже какая-то невостребованная партия. Наклейка экспортная, тоже штрих-код. Люблю гулять по складам в заводах. Может, чем-нибудь интересное быть и всегда. Безумно, конечно, увлекательное занятие, ковыряться в этом отбракованном, всяком разном хламе. У меня, кстати, одна из любимейших, это вот такие вот липшиеся пиалы. Максик, вот копал. Обалденно. Будем использовать. А вообще, конечно, вот это прям самое характерное для джиньяо цвет. То есть, вот такой вот эти розовые, парпурные, фиолетовые оттенки. Это прям то, что надо. Вот с этим лежит качество образца, вот гайвань, который особо здорово получилось. Низинь, которая занимается доведением изделий после формовки. То есть, вот она делала то, что только что достали из формы. Видно, вот здесь даемочка, она же все ее снять, довести, чтобы звучать так аккуратненько. А вот мастер над ней уже поработал. Это очень обычно хрупко. То есть, надо очень аккуратно делать, чтобы ни в коем случае не повредить. Так как работа скучная достаточно, то сюда они слушают радио. То есть, каждая пиалка, вне зависимости от того, считается там таким производством серийным или нет, все равно проходит через много рук. Вот здесь девушка тоже делает, по сути, ту же самую работу. Вот тоже она, вот пиалы, которые только что были взяты из формы высохшие. И вот она их сначала все немножечко протирает влажной губкой. И потом будет устачивать лишнюю часть. Вот такой вот цех. На самом деле цех очень небольшой. Вот здесь тоже пиала. Это прямая дизель, они тоже просто достались из формы, положили сюда. Это еще до конца не просохшая пиала. Вот надо очень аккуратно. Если чуть-чуть надавить, она сразу треснет, черепок очень хрупкий. А вот здесь уже готовые пиалы, отглазурованные тоже лежат. После этого уже обычно идет обжиг. В случае, если там еще частично они иногда используются ручную роспись, если еще ручная роспись, то дополнительно просто даже еще расписываются и еще раз обжигаются. Вот обычно поэтому, собственно, многие изделия делают несколько стадий обжига. Они бывают дороже просто за счет того, что с ними нужно больше времени возиться. Это форма длинной доски, которая всегда использовалась на всех фарфоровых керамических заводах. Я думаю, это пришло еще из древности. Чтобы можно было удобно ставить на стеллажи для просушки изделия, да, там, для подготовки к обжигу тоже. Всегда такая длинная, такая узкая доска. Вот, надо ее там стеклом на нее ставить, там где-то, чтобы, скажем так, не такой гибкая была, да, вот потом. Иногда просто доска, ну, то есть, как получится. Ну, так или иначе, в общем, это всегда вот такие стеллажи, они везде одинаковые. Говорят, что есть такое глазурь, гайхули называется, да, и оно, когда попадает на стол чая, то это очень полезно и классно. Ну, правда, что они начали с этим чайником делать, они эти чайники делают для алкоголя. Вот, я говорю, что мы алкоголь не пьем, нам как-то, ну, и чай тоже можно, ну, не знаю, если честно, такое в арабском немного стиле. Часто вот, говорю, представление о том, что тебе надо, а вот китайцев, и, собственно, тебя, ну, конечно же, отличается. Вот, вот эта красивая пиалочка. А вот, кстати, типичная для дехуа гуанинь, облитая глазурью дзюнь яу. Тоже считаю, очень здорово получилось, потому что традиционно в дехуа гуанинь это всегда белая, белая гуанинь, белый фарфор. Вот тут она вот все лицо, значит, вверх, тело, да, все белое. Белое, тут плавно-плавно-плавно-плавно книзу проявляется вот глазурь этого дзюнь яуа. Очень красиво. Тоже вот они вот еще делают разные другие фигурки. Это такой тоже брак, слепшийся глазурь. Но все, но очень красиво. Даотский вариант. Вырвал пиалочку вот эту вот, которая слипшаяся была. Сейчас мы ее доработаем. У меня тут есть шкурочка. И брак превращается в изысканное изделие, единственное в мире причем. Есть один прикол. Я хочу проверить, как вообще бьются эти чашки. Потому что у меня, короче, тема есть. Мы отправляем сейчас другу одному чашки на кинцуги. То есть на то, чтобы сделать золотой шов. Я хочу проверить, как она бьется или нет. Сильно бьется. Бьется сильно, наверное, из этого кинцуги не получится. Короче, в общем, побилось у нас сильно. Я думаю, с такого мы кинцуги будем очень долго собирать. Надо разбить другую более ровно. Но это была бракованная чашка, там была точка на ней. Неудачный эксперимент. Дай-ка мы лазим другую пиалочку. Я говорю, надо так высоко разбивать. Попробуй другой, пониже разбить. Берем еще одно, последнее. Я пойду, лучше поговорю об этом с хозяином завода. Он говорит, что зачем ломать? Я говорю, не знаю, как правильно разбить. Это надо, в общем, просто набей этих самых швов и все. Вот, кстати, тоже пиалочка глючная. Я говорю, не знаю, как правильно. Нет. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Смотрим угла рисунка Видно, что шляпки-то у них разные Горы тоже И все разное Каждый разный Все полностью здесь ручной росписи Абсолютно 100% Местных пиалочек Чашечек, кайваник Отличный завод, будем дружить Потому что это такая золотая середина Обычно ручная роспись довольно дорогая штука А здесь же как бы идет массовая ручная роспись То есть Мастера не слишком высокого уровня Но тем не менее умеющие работать С ручной росписью Здесь занимаются массовым производством Рукописных изделий Китайцы все могут делать много Даже то, что казалось бы Сложное ручное Потому что китайцев тоже много Вот тоже А тут девушка Привязывает ниточки Вот она какая старательная Молодец, наклеивает наклеечки Но если внимательно посмотреть Да, вот ручная роспись Всегда можно увидеть отличия То есть каждый Каждый рисунок Кажется сначала вроде бы одинаковый Но присматриваешься Вот она, например, веточка Вот Везде все по-разному Везде все по-разному Сейчас пойдем посмотрим Как расписывают Красиво тоже Тут уже наработанная рука Знает, сколько надо взять сырья Кладется нужное количество массы В форму Потом, значит, срезок Автоматически поднимается Опускается Срезает кромку И вот готовая Получая Уже готовая форма После этого Срезает у девушки За соседним столом Которая Домывает Немножечко Каждую пялочку Вот Чтобы смыть Такие разные штрихи Которые остаются От обрезки Да, то есть Чтобы было более гладкое Изделие Это вот полностью Да Такие более бюджетные чашки Они формуются Вот так вот Выдавливаются На станке А есть еще Где полностью вручную То есть Формуется Лафаи То есть Здесь тоже девушка Доводит Здесь как раз Тело гайвани Делает Тот же принцип Закидывается В форму глины Выдавливается И готова Саму форму Тоже сюда Нужно отмыть Вот тут остаются Такие вот Кусочки Сейчас они здесь специально лежат Просто От нашел мастер Который этим занимается Но он тоже Форму всегда Отмывает Складывает И после этого Уже мастер Который удавливает Может снова Брать форму Вот тут глазури Лежат Готовые Разные Присыпки Добавки Вот Все это Замешивается И Глазурь Как правило У них Они делают Аптуршку А вот мы В самом интересном месте Здесь у нас Художники И художников Тут Много У каждого художника Обязательно Целый набор кистей Хоть они делают Однотипную работу Но сначала Он наносит Обязательно Эскиз Потом Дорабатывает Уже Светом Вот такая Чашечка Сделается Вот здесь Вредно Этот Мастер Он Начит Как Делать Уже Обожженная Баванка По ней Расписывается Потом Глазуруется И Снова Обжигается А вот здесь Например Девушки У нее Другой Степ И здесь Она рисует Поверх Уже Обожженного Изделия То есть Вот Можно посмотреть Такого Дробачка Она рисует Рисует Настой Очень Аккуратно Смешение Красок Девушка Делает Моторчики Чтобы краска Не застывала Она бесконечно Перемешивается Лежит На столе Не буду показывать На такой Криточек На котором Написано Номер Работника Сколько Сделал Изделий У них Идет Издельная Оплата Вот такое Вот Количество Изделий Сделанных Распизанных Полностью Ручную Вот Как это Не казалось Был удивительным Но И ручная Роспись Может быть Достаточно Массовым Продуктом Дело Что Лежит Пробничек На него Смотрит И По нему Расписывает Сначала Здесь Эскиз Потом Уже Расписанное Изделие Это Маленькие Маленькие Такие Чайницы Фарфоровые Такие Мы тоже Заказали Она Немного Приедет Продать Другого Завода Будем Знать Что На этом Тоже Есть Здесь Уже Расписывают Большой Такой Чайный Крут Причем Тоже Здесь На девушку Делают Под Лазурную Роспись Здесь Уже Надглазурная Роспись Причем Несмотря На то Что Тоже Массовое Глазурство Она Везде Выбирает Видно Как Легла Глазурь Она Смотрит Как Лучше Расположить Домик Зеревцем Который Нарисую Здесь На каждой Тайвани И Как Лучше Положить Чтоб Получилось Органично Вписалось В Уже Глазурное Изделие А это Уже Просто Нанесение Глазури Да Здесь Наносится Глазурь И Этого Все Идет На Обжиг Когда Изделие Подсохло Это Крышечка Тоже Чайница Здесь Безроспись Она Сейчас Тоже С ним Поговорил Говорю Если На заказ Нам Сделать Какое Нибудь Изделие Именно У нас По Нашему Дизайну Кстати Вот Девушка Чех Расписывает Надо Заказать Таких Чех Она Говорит Да Не Вопрос Говорит Но Говорит Слишком Сложный Я Не Закажу Ребенок Не Успеш Китайский Стиле Ребенка Ни с кем Оставить Может Пробители Либо Не Здесь Либо Еще Надежда Очень Молодая Работает И Говорит То Да Нарисуем Если Это Не Сложное Что То Мы Можем Мы Довольно Простое Действительно Простая Роспись Такая Не Супер Тонкая А Если Что Такое Серьезное Это Надо Зиндэджэнь Да Я В курсе Но И Цены Зиндэджэнь Тоже Другие То Изделия Зиндэджэнь Это Всегда В Несколько Раз Дороже Чем Вот Эти Сложов Пусть Изделия Здесь Отношение Ценокачества Идеальное Я бы сказал Зиндэджэнь А Здесь Собственно Финальная Стадия Уже Все Складываются Печи Сейчас Как Понимаю Как Укладывают Печь Как я Раньше Сказал Тут Самое Важное Это Чтобы Изделия Друг друга Не касались Но И при этом Так как Место Печи Ограничено Нужно Уметь Уложить Очень Грамотно То есть Чтобы Они Не касались За друга Но При этом И Ни в коем Случае Не было Зазоров Слишком Больших То есть Всегда Выкладывается Такой Вот Негорячий Материал Тоже Такие Кирпичики Столбики Подставочки Вот такие Вот Используются Всегда Потом Плиты Вот они Тут Целые Стеллажи У них Этих Плит Все Подготовлено То есть Это Специальный Мастер Укладчик Это Кажется На самом деле Что Просто На самом деле Очень Не просто Сложить Изделия То есть Видно Что Расстояние Здесь Где-то Они Промни Пролегают Видно Потом Будет Двигать Кстати Либо Это Кстати Ошибка Здесь Они Не касаются Друг друга Должны Все Изделия Друга Не касаться И При этом Должна Быть Сохранена Достаточно Плотность Укладки Печи Потом Она Вот На рельсах Заезжает Эта Платформа Вся Вот Она На рельсах Заезжает Печь Когда Обожглось Выезжает Обратно Отодвигается Сюда Туда Там Потом Потихонечку Остывает Остыло Заново На разгрузку В этом Мире Здесь Все Загружено Сейчас Там Идет Обжиг У них В этот Момент Сейчас Уже Накладывается Новая Печь Потому Что Как только Все Обожжется Изделие То Собственно Надо Быть Разружать Новое Чтобы Печь Не Проставила Интересная История Что Нужно Прогревать Теплой В воде Газ Прогревается И После Этого Поступает Печь Вот То есть Все Продумано Следующий Этаж Здесь Тоже Формовка Происходит И Заливка Заливка Форм Здесь Тоже Обычная Доработка Изделий Отожде Соединение Носика Ручек От Собственно Шоурум Завода Здесь Можно Посмотреть Готовую Продукцию Выбрать Что-то Сделать Что-то На Заказ Сказать Мне Пожалуйста Вот Этого Пегаса Без Крыльев Или Вот Такую Чайник С Этим Рисунком Размер Рисунок Рисунок Реформу Заказать Свою Все Можно Любой Каприз За Ваши Рисунок Рисунок Как Т Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После этого все это выливается в тазик и все начинают кушать. В основном, почти всегда, все китайцы делают так. Иногда бывает так не делают, но большей частью, скажем так, те, которые имеют какую-то культуру, и у них вот такая традиция заходит. То есть это просто прогрев посуды. И он распространен на любую посуду во время приема пищи в том числе. Так что для чая это, в общем-то, тоже вполне себе естественно.